Это разведывательная версия БПЛА «Орион» и находится над Аль-Бабом в Сирии. Фото из твиттера боевиков. В самом конце января нынешнего года американские средства электронной разведки оповестили Пентагон о появлении на Сирийском театре новых ударных беспилотников. Воздушное пространство в Сирии переполнено огромным количеством БПЛА, в том числе и кустарных. Но эти, согласно докладам наблюдателей, имели отношение к высокотехнологичным машинам индустриального производства. Байрактаров в то время в районе сирийского Аль-Баба не было, да и дроны явно охотились за пикапами и цистернами протурецких боевиков. У Ирана в этой местности аппараты такого класса тоже отсутствовали. Сомнений быть не могло. Россияне, которые по своей неизменной привычке долго запрягали, наконец разродились полноценным ударным БПЛА собственного производства. Первой целью российских ударников стал контрабандный нефтяной транзит, лихо налаженный разными туркоманскими группировками и тайно поощряемый турецким султаном Раджепом Эрдоганом. Протурецкие боевики сообщили о нескольких таких колоннах, начисто разнесенных по пути к вожделенной турецкой границе. Орионы, а это были они, фиксировали их передвижение и передавали координаты вертолетчикам и летчикам, штурмовикам. Сюрпризом стало то, что именно дроны наносили первый высокоточный удар и вносили сумятицу и панику в ряды нефтяных контрабандистов. Вот кадры съемок канала «Россия-1». Судя по аппарату, видимо, не совсем случайно попавшему в кадры главного российского телеканала, боевых вылетов с ударами ракет у дрона было не меньше 17. И известно, что БПЛА был не один. Цистерны, сворованные у Сирии нефтью, чаще всего перевозят ночью. Стало быть, и Орион никаких ограничений по времени суток не имеет. У российского БПЛА довольно большая номенклатура миниатюрных боеприпасов. Вот фото с форума «Армия-2021». Конечно же, Орион далеко не первый отечественный беспилотник. Эта тема волновала умы советских конструкторов еще до войны. Но полноценные аппараты поступили на вооружение в начале 70-х. Туполевский рейс, Стриж и ударный Коршун были реактивными аппаратами. На их фоне более поздний аппарат Яколевского бюро «Пчела» с поршневым двигателем казался шагом назад. Но именно эта концепция БПЛА сейчас стала преобладающей. Тот же Орион фирмы Кронштадт никого не удивит скоростными возможностями или сверхманевренностью, но это ему и не нужно. Так же, как одноклассники вроде Байрактара, китайского Уинклон или израильского Гермеса, он предназначен для действий против противника со слабой ПВО. Однако, как показывает практика, именно такие боевые действия сейчас в основном и происходят, и аппараты данного типа представляют собой один из наиболее растущих сегментов военного рынка. Недаром эпопею с Орионом, длившуюся с 2014 года, внимательно отслеживали старые российские клиенты в области вооружений. И как только аппарат пошел в серию, сразу последовали конкретные предложения. На форуме «Армия-2021» заявки на потенциальное приобретение ударной версии «Орион-Э» подали около двух десятков стран, в основном представляющих Северную Африку и Ближний Восток. С большой вероятностью их представители знали о сирийском «Вояже» Ориона и внимательно за ним следили. Новый российский беспилотник не стал каким-то технологическим прорывом и не перевернул представление о применении боевых дронов. Но это наша первая ласточка, следом за которой, можно не сомневаться, последуют другие серийные БПЛА, ибо интерес к этой теме в России огромный, и деньги в беспилотную авиацию вкладывают действительно большие. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.